комнате моей подруги анечки прямо над письменным столом висел солдатский ремень с пряжкой я боялась даже на него смотреть а анечка жила с ним в одной комнате еще анечку периодически собирали в детский дом за двойки потому что она глупая девочка и мне нужно заставляли складывать портфель и выставляли на лестницу она рыдала под дверью падала на колени и умоляла пожалуйста только не в детский дом потом ее прощали до следующей двойки мама моя решила как-то перенять этот педагогический опыт тем более анечка училась хорошо без разговоров ела молочный вермишелевый суп и была любима учителями за послушание и исполнительность и в какой-то из дней я или подстригла ковер в нашей однушке или разлила синьку ванной на свежевыстиранное белье и мама решила что пришло время начать меня воспитывать она собрала мой рюкзачок положила туда горсть конфет запасные трусишки и моего зайку дала деньги на трамвай и подошла к кухонному окну смотреть как я буду уходить в это время позвонила моя бабушка и мама ей рассказала о новых и прогрессивных методах воспитания ты дура заорола бабушка как у меня могла вырасти такая дура мы тебя с отцом хоть раз выгоняли ты что золотой ребенок было а если она и правду сейчас уйдет ты об этом подумала сядет в трамвай ты где ее будешь искать но соседская девочка никуда не уходит но у тебя не соседская у тебя наша я не знаю в какой момент маму накрыл ужас может быть она представила себе маленькую девочку в куцик курточки среди сугробов может быть до нее действительно дошло что меня вдруг совсем не станет и она как и было баса и в халатике кинулась во двор я в это время сидела в песочнице и делала секретики из стеклышек и фантиков уже съеденных конфет выпотрошенный рюкзак валялся рядом я уже всем рассказала что ухожу в детский дом и сейчас понаделаю секретиков чтобы они остались на память обо мне плачущая мама схватила меня в охапку извини мамочка сказала я ей я пока не ушла в детский дом но конфеты мы уже съели мама принесла меня домой мы немного поревели вечером пришел с работы папа покрутил пальцем у виска и мы снова поревели но никогда больше мои родители не сказали что я им не нужна я много чего творила в детстве и подросткам тоже и очень медленно взрослела наматывая на бобины родительские нервы я думаю если бы нашли способ делать из них провода то можно было бы осветить небольшой город но мама и папа когда кто-то на меня жаловался и говорил какое я исчадие ада и как со мной сложно всегда отвечали это не ваша девочка а наша и она нам нравится вот что я вам сейчас скажу никто из нас не приходит в этот мир готовеньким и идеальным мы учимся быть людьми профессионалами родителями у анечки кстати нормально сложилась жизнь из нее выросла чудесная женщина очень талантливый художник и любящая жена и мать на родителей она не держит зла давно их простила но никогда не собирает свою непослушную дочку в детский дом и наши родители имеют огромное влияние на нашу жизнь это так влияют но не определяют определяет нас то что мы делаем или не делаем и решение которые мы принимаем иногда таким решением может быть попросить прощения иногда простить а иногда просто держаться подальше если простить не можете это все что я хотела вам сегодня сказать обнимаю а